Безответственность. Другого слова нет. Удаваясь снимать было, а ты съездь и навели. У нас снимать. Бог помирает, просил меня поправить. Молодая девушка. Я ей говорю, что надо? Смотри на нее. Она говорит, что нет. Иди сюда. А съем просто. Иди. Спокаянно. Ты считаешь, что ты меня не в чем каятся? Ты в гости куда ездила? Кому ты язык показывала? Где ты стояла? Я все равно подпрячила, по носу стояла. Забыла, где была? В мужской одежде оделась. На, повешки каждый день молись. Все забыла. В один день из дома отпустили. Уже все дырское. Праху нету. Еще стесняться будет. И мы сделали интернет. Не стыда, говорится, бессовести. Работали. Работали. В один день все. Грила. Госэсперти, суд. Какие? Иди сюда. Второй. Бери. Запомни. Вы норовите подделаться под мир. Мир вас не подопит. Мир с боем берет. Расскажите, что мне надо. Понимаете, какое дело? Вот. Пусть я пока за седушкой. Люди мирские. Мир какой? Прелюбодельный и грешный. Другого названия у него нету. Господь говорит. Мир прелюбодельный и грешный. А ты думаешь, что он хороший. И прелюбодельный зовешь. Полураздетая стоишь. И ты думаешь, мир не признает тебя своей. Он признает. Тем более, если эти приезжают, которые там. И мигранты. Мигранты приезжают. А они где? В Скандинавии видят. Такое насилие от них нет. В Германии там ловят. И женщин насилуют. Там открыто. Там ангелы мерклица запустили. И там если мир вот так несет. Почему? Взяли журналистов в плен. В Саудовской Арабии. Сколько? Сказнили. А им говорят. У вас в Корале написано христиане. Эти люди писания. Что вы их не трогаете. Накладываете только закят. То есть налог. Их до кема христиан нашли. Это вот эти приехали христиане. У меня, говорит, четыре жены законные. У него сорок четыре все незаконные. А что? Общее считается общее хозяйство. Только одна жена. А какое общее хозяйство? Даже кошки нету. Это определяется законным кошек. При живом она выйдет замуж. Называется как? Все остальное понятно. И поэтому мы казним, говорит, не христиан, не язычников. Когда мы собираемся ехать по странам далеким, меня засыпали в эфире. Не ездите. Там только голову режут. Особенно в Чечне, в Турции. Я скажу, лучше, чем в Чечне, в Турции. Редко где найдешь. Какой порядок? Мы там были. Я не просто знал этот народ. Я полюбил его. Они верят, мы христиане, мы молимся. Они рядом расстилаются. Мы там до Стархана огромные. И молятся рядом. Они в обиду никогда тебя не дадут. Ты молишься. Они приехали, работают у нас здесь. Дороги там что-то делают. Не высоко квалифицированные. А турки, это разные стадионы, строят дворцы. Это очень высоко образованные люди. А ведут себя по отношению Бога одинаково. Если они заметили, что ты верующий, к тебе особое отношение. Мы это испытали, когда русская мафия блокировала нас в Турции. Вот свидетель. И когда мимо проходили, они друг к другу вахтовым методом передают нас. Деньги драть. Проходят, а мы науморимся. Они говорят, этих нам не взять. Этих нам не взять. Почему они определили нас? Господь сохранил нас. Господь сохранила молитву. И вот эти турки, не турки, а туркмены работают здесь на улице. Ну и женщина, девушка, как назвать-то она, на кого она похожа. Они пинают под задницу ногами, издеваются, срываются с них. Смотреть противно. А они арестованно сидят. Вот в Америке, в Ираке взяли, когда лагеря для них построены, уже сидят около 25 лет. И не выпускают их. Говорят, а что самое тяжелое? Самое тяжелое на охране смотреть. Женщины американские охраняют. Это самое тяжелое. Они пытки. Вот как смотрят на вас. А вы раздеваетесь перед миром. И вдруг наши сестры идут. С ползунова шеет в Барнауле. Они. Наши сестры? А я подошел и говорю, да это наши, это православные. Нет. Это мусульманки. Это наши сестры. Сам успокоиться не может. Увидел Родину. И не чтобы наших сестер обругали или как-то. Американские женщины собрались вместе. И написали послание. Там. Мусульманка. Какие как мы счастливые. А что с нами сделали? Я не помоги, на работу не принимаю. А вода какая? Раздетая, чтобы не видно было только соски. Все остальное на виду. Сосок. Так чтобы ей больше раздеться, некоторые стали опираться и делать соски отрезать. Вообрази, какую боль и терпят, чтобы только быть мерзкой. И вы перед этим миром, ты стоишь на раскалярку. Уже видел опсы и ногу отклящивался. Тут кость так устроена. У меня и касание все оттягивает. Смотреть не на что. Полумертвые. И сразу перед миром вылезли. Я батюшку позвал. Твоя прихожанка. Кого ты причащаешь-то? Себя Бог спросит. Твоя овечка. Один раз она в гостях была. Где она была в гостях? Зачем пустили туда ее? Ты, мать, слышишь? Это не одна фотография. А там фотографии больше двадцати, наверное. Рожьи строят друг другу. Вот такой язык весовый. Это те, которые чем занимаются? Какими словами их называют? Вы маленько-то посмотрите. Что делается? Это ваши дети. Мне скинули в интернет. Я посмотрел. Нашу я батюшку призвал. Да не может быть. Ну смотри. Одна, вторая, третья, пятая, десятая фотографии. Надо покаяние? Не надо. То есть уже кончилось. Все. На том свете. А три года назад говорила, я замуж не пойду. Созрела? Или сдувела? Вы должны тревогу забить. Вот если бы знали, что она на льду шла, провалилась, и кричит, додыхает, ты к ней нельзя. Ты, говорю, кричал. Душа провалилась. Либо ты, ты молчишь. Что вам, фотографии тебе показать? Они распространили сами их в интернете. Сами. Они не стыдятся, делая зло. Писание говорит, стыдятся ли? Нет, не стыдятся. И против кого вы высовываете язык, семя противодейная? Вот как Библия говорит. Нам это не надо. Я лез сюда. Мы просили. Люди делали. Это заказ. Нам не надо. Держи. Громко вопием, Господь. Это до занятий. Христос умер за наши грехи. Кому? Вот здесь не натипываешь. И ставь себе. Только зашли в комнату, у тебя такое. Написано на косяках. Здесь напиши. Воскрыли. Это не писали здесь. Здесь писали они. Хранилище. И он говорит, а у него коробочка здесь на лбу притянута, ну как фонарик. Бывают у шахтеров. Дальше. Всякий верующий в Иисуса имеет жизнь вечную. Собрали из душа. Я все-таки вера со мной оттихность. Жизнь вечную это не просто так. Писание говорит, и мы будем подобны ему. Подобны ему. Подобны ему. И смятые, когда толковали, они не могли еще не сказать, как будто они, он говорит, о-о-о. Главное толкование начинается с буквы о, запятая. Подумать страшно. Мы гнилье, злогоние, и будем подобны ему бессмертное тело. Вечная радость. Векующие ангелы. И притом любая радость на земле, она как-то приедается. Вот хлеб не приедается никогда. И там мы не понимаем, как это будет. Не знаю, где все лучше, все выше. Все у нас выше. Я пою только одно. Свято сказал Господь Слов. Исполнивши небо и землю славы своей. А почему? А когда ты начинаешь изучать что-то. Птицы изучают орбитологию. Какие перышки? Вот на одном перышке. Вот эти зацепочки, чтобы друг от друга они не отлетали. 75 тысяч. И какой свет. И как расплаждаются. Как пищу ищут. Как ухаживают друг за другом. Только птицы. А еще звери. А еще растения. Все. Вы это хорошее. Проглотил помидоры с хлебом. А как у тебя это все превратится в слезы. Как вплоть превратится. Как на здоровые клетки пойдет. Этого никто не знает. И поэтому, чем больше мы узнаем. Тем более, в сфере непознанном. Непрерывное благотворение Богу. Как Деви и Господи. И несоизмеримо милость Твоя к нам. И далее. Христос есть воскресение и жизнь. К кому? Молить и ножики брать тобой в лесу. Только не изгибать, а кубочку заворачивать. Так. Спасение только в Иисусе. О! Можно. Вы знаете, как я говорил. Есть такая вера в буддисты. Посмотрите, белочек такой. Нагло добраться только. Жадный. Эта жадность мочи является Богом. У них главная молитва не Господи Иисусе Христе Сыне Божьем. Помилуй меня, Греша. О! Мане Падме Ху. О! Ты сидящий в лотосе. И вот они там буддийские монахи. Тут монаши это все буддийское у нас. Пришло оттуда. И он в горах там сидит. О! Мане Падме. Уже Ху не говорит. Он ближе к Богу. И в конце концов, когда он превратился в старца, в молитвенном состоянии, он только выходит на звезды и смотрит. О! Вот это, что интересно, православие, туда же все подошли. И святые отцы только О! Слов нет. Почему? А глаз не видел. А ухо не слышно и на сердце не приходило. Ни в одном словаре нет тех слов, которые он может сказать. Я разговаривал с человеком, где-то в шахте был, его задавило. Ну а потом остался как бы жив. И он говорит. Вот сравнение дать нельзя. Показано было. У вас тут варенбери. Ты видел когда-нибудь павлина настоящего? Когда он сидит на шести, и хвост у него вот такой, наверное, длины от полу, ну не меньше, кажется. И на каждом как зеркальце, и какие круги, какие цветы. Так вот, говорит, наш павлин там на небе даже меньше, чем воробей. Какие там птицы? Ну не знал, как сказать, но так выразил. Так. Верь в Господа Иисуса и спасешься. Представьте себе. Так, подожди. 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 Обязательно приклеить. Не гнуть, не рвать. Какие-то разные картоночки на маленьких возиках, если за раз можно. Если, конечно, не так. Исправьте пути ваши. И послушайтесь Господа Бога. Ты у себя там среди детей. Ты главный в доме. Исправьтесь. Они не так делают. Так. Блаженному отпущены беззаконящие грехи покрыты. К кому? Блочины. Подайте. Так. Озеро огненное. Смерть вторая. Можно? Да. Бери, бери. Другим покажешь. Давайте. Там приклеишь. Вот какое наставление Бог дает. А ты что такое озеро огненное? Две свечки скрутил, зажег и пока в палец не заберется. Верующий в Иисуса, если умрет, оживет. Дорогая сестра, пожалуйста. Так. Благословенный и чистый сердце. К кому? Бери, 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 бери. Я тоже. Хороший. Я всегда пристроил. Вот. Полюбите, и попросите, я еще приплеплю. Так. Вот, давайте. Давай. 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 Песня. Песня. Отец наш Небесный, просим Тебя во имя Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, благослови нас на сей занятии. Слово Твоё доселяется в нас обильно, со всякой премудростью. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец Святой. Аминь. Я прям от тебя буду обращать вообще, скажи. Ты обиделась, нет? Я правду сказал, а не солдат? Что она говорит? Что-то произнеси. Правда. Так, если я правду сказал, кто тебе самый близкий сегодня? Ну, улыбка. Смотри на меня. Не тот, кто мёдом мажет, а кто... Богу слава. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Первый том толкования Нового Завета Блаженных Эхилах. С 18 по 20 стихи. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Толкование. Если бы бегство случилось зимою, то трудность времени препятствовала бы желающих бежать. Если бы Он скоро не окончил войны римлян, не спаслась бы никакая плоть, не осталось бы ни одного Иудея. Но избранных ради, то есть уверовавших из евреев, имеющих уверовать впоследствии, война кончилась скоро. Ну здесь вначале вот читали, это две недели назад было занятие, у меня как раз не было. Господь говорит здесь о двух событиях. То есть это взятие Иерусалима, что после вознесения Иисуса Христа там около 40 лет прошло. Ну быть точным примерно 37 лет. И о кончине мира. И вот блаженный Ферфилак говорит о том, что евреи бы ни одни не спаслись бы. Какая была война, это известно из истории. Что было с Иерусалимом, когда матери ели своих детей. Потому что город был окружен римскими войсками. И такая скорбь была, что Господь, конечно, его укоротил, а так же никто не спасся. Около миллиона, известно, около миллиона. Миллион двести тысяч. Миллион двести тысяч, да, погибших было. Потому что евреи защищали, ну, ревностно. Свой храм, свою землю. За что такая кара? Ну, святитель Ансо Таус через четыре с лишним века говорит об этом. И ни в одном получении. Что если вот это вас постигло, вы разбросаны по всему миру. Задумайтесь, что случилось? Как будто бы на ком грязи кто-то встал и веником разметал, а так евреи. То есть он подводил их к мысли такой, что вы распяли Иисуса Христа не просто человека, а Бога человека. Если раньше с вами что было? Попадали в плен. В Ветхом Завете это известно. А почему? За вступление от Бога идолопоклонство было, смешивались с другими народами. Ну, пленение было там 70 лет. Или еще там сколько, книги судей читайте, помните, да? А сейчас что произошло? И государство Израиль только собралось в 1948 году. То есть сколько времени прошло. Ибо Бог, предвидя, что по пленению многие из евреев уверуют, ради сего не попустил до конца погибнуть иудейскому народу. Но можно разуметь это и в нравственном отношении. Так, в мерзость запустения есть всякое помышление сатанинское, стоящее на месте святом в разуме нашем. В чем-то случае сущие иудеи добегут в горы, то есть исповедуясь, пусть восходит на горы добродетелей. Иудея значит исповедание проповедь. А кто стоит уже на высоте, пусть не сходит с нее. Ибо когда какой-либо страстный помысл встанет у нас, тогда она движет посредством исповеди спешить на высоту добродетелей и не сходить с сей высоты. И делащи доброе, пусть не возвращается взять прежнюю совесть, ветхую одежду, которую он сам легся. Горе же бегущему зимою, ибо должно нам бежать от греха с теплотою, то есть с покаянием, а не с холодностью, неподвижно. Что означает бегство с теплою? Все толкование. У кого какие добавления, какие мысли к прочитанным стихам? Да, тихо. Витя Николаевич говорил, тут подробности можно сказать. Просто общую камню сказал. В беседе с иудеями, это слова, конечно, Леона Златоуста, но они живы и сегодня. Кого от человека скорбил? Ну я подошел и сказал, ты дурак. Ну все, можно сказать. Ты сдурил старик. Плюнул, пошел. Ну а если я пойду и скажу сейчас главе администрации города, вопрос будет другой. Меня оболгали в газете 47 раз в одной газете. 47, там не точно все, лживостей. Я подал в суд, выиграл процессы. Суд присудил их платить мне. Три тысячи рублей. Три тысячи рублей! Вы понимаете, что? А почему? А я никто. Но когда сказали, что у Лужкова его не оболгали, но не сумели доказать, в Испании две дачи, виллы там, и не могли доказать. Речь идет о миллионах. И вот были такие люди, которые когда-то были в России, жили они, делали, творили все и покусились на злое. И вот один такой, участвовал в убийстве Распутина Григория Григорьевича. Кто это такой? Его дом в Центробурге остался? Исуков. Исуков. Исуков, да. Ну и кто-то написал, тогдашняя там, «Голос Америки», там или... Написали, что он его заманул благодаря своей жене, она была красавица, и к ней не равнодушен был Распутин, он его заманул к себе в дом, и тут его застрелили. А они живые были, под 90 лет жили в Англии. И они подали в суд на это, и доказали, что в это время она была в Москве, и даже там в Петербурге не было. Его не заманули, он пришел, он знал, что даже убьют его, но не в этот день. Он знал, что убьют, что рухнет государство, и царь погибнет, и весь царский дом расстреляют. Это единственный пророк был в России, в Кринной революции, единственный. Почему его люто все ненавидели этим? Он говорил, что дальше будет, и как его жизнь, судьба связана с судьбой страны. Такого вообще мировой истории не было. А почему теперь присудили суд заплатить столько, что эта радиостанция, наверное, разорилась? Или еще там миллионов фунтов, стерлингов, сотни миллионов? А почему? Он князь, князь Веслупов. И они сумели доказать. Видите, итак, значенность какая. И так Иоанн Каталус говорит, плен шли и греи. А что они сделали не так? Ну, сделали то-то, поклонялись идолам. Главное – это идолы. То есть замена Бога с чем-то другим. Это самый страшный грех был. С такими разговаривали. Жена у тебя прислонилась к тебе ночью во сне. И говорит, знаешь что? Давай мы уйдем куда-то. Ну, как сегодня сказали бы свидетели Иегова. Или что-то православие такое-то. Новая вера была пойти к соседним народам где-то. Да не пощадит ее глаз и рука твоя. Ты должен, обязан утром стать. Она будет плакать, и я просто сказала. Ты должен пойти и сказать. Иначе тебе смерть. Ты уже связан. Да она твоя родная и близкая. Закон повелевал сделать. Да не пощадит ее глаз твой. И она повинна смерти. Скажите. Вы служили идолам? Да было. Бог наказывал. 20-30-40 лет. Возвращались? Опять. Согласна. Скажите. Ну вот если пророк великий, там были мамы, там разница есть? Конечно. Я говорил. Одно дело оскорбили меня. Другое дело Лужковым. Третьих государя императора. Это большая разница. А кто против Бога идет? Какова его вина? И тогда Златанус говорит. К евреям обращается. Скажите. А вот в 70-м году. Вы идолам поклонялись? Он говорит. Нет. А почему римляне напали на вас? Ну вот. Чего им не хватало-то? Они вас уже подчинили. Так у нас восстание было. У нашего же был Барков Барк. Или помогал рабе Акибееву. Ага. И не только за это. Да за это, когда вы делали восстание, а раньше вас Господь поощрял. Читай книгу Маковейскую, когда они свергали иностранное владычество. Что вы сделали? Пророков убивали? Нет. Значит, был не пророк. А глава пророков был. А тогда было четыреста лет только. Зато узко. И четыреста лет вы не можете собраться. Такого плена длительного не было еще. В Египте вы добровольно были четыреста тридцать лет. А мы знаем, они не могли собраться две тысячи лет. Значит, убили не человека, не пророка. Обочеловешивался Бога-человека. Они распяли главу всех пророков. И вот это самое наилучшее доказательство евреям, что они богоотступники и Бог их дьявол. Сатана. В Евангелии Татьяна 8.44. Все построено на лжи. Весь мир опутал ложью. Вся пресса, вся юриспруденция. Все в руках евреев сегодня. Но у них есть журнал, выходит Лихаим. И там написано «Жид на жиде». Всюду жиды. Это сами сменится как бы слово «Жид». Журнал чисто еврейский. С переводом. Но и как мы нашли с евреями? По-прежнему благословляться имя Авраамова. Ничего не отрицая, что щурбайсная электроэнергия уже не знает куда, не утерпел и выставил в себя. Вот знаете, мы несказанно богаты. То есть за что? За счет грабежей. Вот работник, который кормит их, сидит перед нами. Да Женя Долгов. Да такие, как он. Которая производит наиглавнейшее, чтоб человек жил на земле. Бьется из последних, говорит, на веревочках там в комбайне привязывает. И несмотря на это, как мы к евреям должны относиться. Везде только одно. Решить окончательно эту проблему, как Гитлер говорил. Жильем в печь. А мы скажем, проклятый Гитлер у Бога. А ты слышал это и скажи, я благословляю всеми Авраама. И буду благословлен. Через них к нам Библия пришла. Через них пришла Дева Мария. Через эту нацию пришел Спаситель на землю. А отступники ответили сами за себя. Никогда не подвиглись на поношение Бога избранного, Бога народа. А он сегодня сатана избран. Такого слова нет даже. Господь говорит, могу ли я изменить слово данное Давиду? Нет. Вот это что мы отсюда прощакнули из одного стиха. Спаси Христос. 21 по 26 стихи. Тогда если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы престить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. Толкование. Господь кончил речь о Иерусалиме, далее начинает говорить о пришествии Антихриста. Слово тогда надо бы разуметь не так, что когда начнет сбываться вышесказанное Иерусалиме, тогда не верьте. И если кто скажет вам, вот здесь Христос. Но знай, что это есть особенное свойство Писания. Христос говорит, тогда не прельститесь, то есть не в то время, как опустошен будет Иерусалим, но во время пришествия Антихриста. Не прельститесь говорить, ибо многие станут называться именем Христа, дабы соблазнить и избранных. По пришествию Антихриста вся тварь изменится, звезды померкнут от преизбытка света Христова, и ангельские силы поколеблются. То есть ужаснутся, смотря на такой переворот в мире и видяся рабов своих судимыми. И тогда-то узрят Господа, как Сына Человеческого, то есть воплотим. «Ибо, видимое в нем есть тело его, но хотя он придет и в теле, и как Сын Человеческий, однако силою и славою великою». Сейчас эти лже-христы есть, многие нас слышали, Виссарион, бывший милиционер, кажется, Торопов фамилия его, и как приезжают людей. И люди-то едут к нему не отсталые какие-то, а с высшим образованием оставляют, квартиры продают там в Москве, едут к нему в Красноярский край. И сколько таких обольстителей было за века? Это не одна сотня, которые называли себя христами. Но вот главный обольститель впереди еще, антихрист. А это все идет подготовка. К этому подготовка идет стремительно, к тотальному контролю. Все сейчас, ну к слову сказать, прослушивается. Даже у вас компьютер выключен, и тут может прослушаться. Мобильный телефон, все там есть. Питание дополнительное, о котором мы не знаем. Куда-то в телевизоры вставляют. Это все идет подготовка, чтобы был тотальный контроль. Ну а под видом чего это представляет, что это антитеррористические такие меры. Пожалуйста. Ну вот какие-то, вот я сейчас сказал, все время как разговаривают. Вот этот вопрос, и 53-й глава пророка Исаия, о чем они не хотят никогда говорить. Мы беседуем, допустим, с раввином в их синагоге. Я говорю, а вот глава 53-й глава, ну, он изъязан на грехи наши, и наказание мирного больше было на нем. Это хорошо, но за других умирать-то это ясно, что хорошо. Высшее это мир такое. И дальше все считают, ну а был ли такой в Израиле, который вот был изъязан, ни во что ставили его, плевнули, голову опустил. Не будем об этом говорить. Перетом все они нам отвечают. Не будем об этом говорить. Ну а почему не говорить-то? Я с мусульманами, с муллами сиди, буллами все это, их священство сидит. И они один говорят, горе нам, если сын Мария нас будет судить. Он как раз и будет судить. У них написано, что это пророк был, а евреи его признают скверными словами, поносят. Скверными, скверными. Там считать даже невозможно. И детей так они учат. Ну и как беседовать, как? Ну вот я сказал, как. Некоторые не верят, что будет суд Божий. Ну а как доказать? Очень просто. Надо вот это полемника, она преподается. Ты можешь запомнить. Это не миссионерская работа. Миссионеру нельзя научить. Проповеди можно научить. Благовестие научить. Евангелие проповедить можно. Но миссии нельзя научить. Это только Дух Святой делает. Это полностью ты должен отойти и только голос Божий пытается расслышать и сказать. А вот с человеком беседуешь и скажешь, ты как считаешь? Бог есть? Ну конечно. А Бог справедливый? Да. Ну а в мире это правда есть? Да где вы нашли правду? Я говорю, везде все это коррупция, обман, без обмана не проживешь. Кто согласен с этим? Ну в общем, да. Да какой же Бог справедливый, когда такая несправедливость? Теперь я ему говорю. Как? Если Бог справедливый, он должен сегодня навести, подвести итог к этому. А его нет. И он говорит, отсюда делается вывод, что раз Бог справедливый, а справедливости нет. А надо щитить здесь, где-то в любом месте будет. А где у другой? За гробом. На страшном суде. Лучшее доказательство, что будет суд Божий по справедливости, то, что нет на земле справедливости. Я никогда до этого не додумался. И евреям поставить вопрос, что кого вы распили? Я говорю, распиная, убивая пророков, на 20-30 лет в плен шли, а 2000 лет. Кого? Вот я нашел, пророков мы не убивали, а вы Христа распинали? Да он обманщик был. За обманщика Бог не стал бы мстить так. Вы говорите, от Бога это было, да? А за что? Вот есть такой фильм «Искупление». Где-то коротенький. 40 минут, что ли. Для евреев поста, кто видел его? Вот видите, видели? Если не видели, можете посмотреть. Учители, как евреев, умер он во Христа, в проповеды, возвращаются домой, в город Иерусалим. А братья неверующие, и только молодой Иосиф, там такой молодой, красивый парень, это братья и братья, если бы. И он наизусть в Писании прямо, как он старше цитирует. Отец его пригласил. Братья не хотят. Да он отступит. Пригласите Иуду домой. И они пришли домой. А вы как? Он братья-то спрашивает. А вы-то как? Мы чтим закон. Он повелевает, чтит родителей. То есть они не хотят его звать. Он им противник. Но они пришли и стоят перед ним. Ну а вы-то сами хотите, чтобы пришел? Мы чтим закон не отца. А закон повелевает, чтите. И довольны. Не говори о Иисусе. Вы о мальчинке. И во время, когда он совершает пасху юристу, отец обратился. Там, кажется, не сестра его, а сестра брата обратилась. И какие доводы, наверное. Он берет лепешку, ломает. И там, где прогорел, он до раны Христа. И показывает младенец там. Ну, фильм просто замечательный. Искупление. Зарядите и посмотрите. Прославьте Бога за таких мудрых людей, которые могли составить так до почвы. И вот сегодня показывают ролики такие. Юноша один в Иерусалиме идет. И по 53-й главе. Он говорит, тема закрытая для евреев. 53-й. Они признают. Печатают. Тема закрыта. 52-ю главу считают, и сразу 54-ю. Это как в Англии боятся 13 цифров. 13 чертова дюжина. И этаж 12-й, и сразу 14-й. Как будто кого-то обманят. Если квартира, то 12-я, и сразу 14-я нету. А русский человек ничего не боится. Ну, называй 13. Еще. У нас крепкая вера. Вера православная. Я сейчас назову вам какие-то цифры. В конце нужно будет сделать вывод. Записывайте себе. Этих цифр нигде нету во всей мировой литературе. Она есть только у меня в одного. А почему? Потому что я сегодня этот цифр я этим делал. Я ходил и шагами верил. Вот выйдем из дома и дойти до Южного пруда и купаться. До туда 1070 шагов. Этих данных нигде пока нету. Мы их разгрузим. Дальше. А вот если... От дома выйдем, где сейчас находимся. Ну, Калашниковский был теперь Владимир Абашенко. То до пирса, до скамер 690, пиши. То есть разница заметная. Мы думали купаться на том озере. Там мелко, прогревается вода быстро. Ну, там просто идеально купаться ребятишкам. Не надо по пирсу ходить. Вот, Южный. Ну да, в ту сторону на Юг идти. Там с одной стороны береза пронесли. Там комары заживут. А? Комары заживут. Она права. Ну, а у тебя перед вами? Ну, живой. Живой. Я живой. И у нас там ребята купались. Не купался не кто-то, а дыбунов. Володя плавал там, верил и прочее. Там родников нету. Если только Богу ныне стоит, высохнет нынче, то мы начнем копать там сами. Сховато туда уже не загнать. Колодца три сделать. Со трубом. Дайдить вместе до источника, чтобы начали источники бить. Самые красивые, представьте себе, вар и одни березняк белые. А один осиний, зеленый. А на этой стороне одни могучие, березовые такие вот стоят. Так, дальше. От пирса до лагеря. Где купаться где-то, ребятишки. От пирса до лагеря. Триста шестьдесят шагов, шагов моих. Ну иду я, а не нахуй, с велосипедом, а в руках. А не нахуй иду, так. И от лагеря до скворечника. В одну из там подойти. Четыреста шагов. А вот теперь вопрос. Вот несколько данных, такие бывают, говорят, идет поезд. Шестьдесят вагонов. В каждом вагоне пятьдесят тонн. Скорость его в это время, когда он идет, 70 км в час. Сзади сидит, а раньше не ездили. Охранитель. Сколько лет охраннику? Так я данных-то дам тебе. Где нам купаться, или ребятишкам? И что Валентина Тихонова сказала абсолютно правду. Море комаров. Но что интересно, я слышал. Комары едят первые три дня, а потом не едят. То ли все наедятся, то ли еще. Солдаты поставили палатку, а там комаров, говорят, мы не могли уснуть. Три дня после этого открытая палатка ничего нет. Я притом не один раз слышал. Или они в окрестностях уже наелись и поняли, что мы пьем-то из людей. Это водка-то и калибра. Комары-то, передолг ли? Ну что-то такое есть. Вот совет. Значит, положительность что? Все новое. У нас все новое. Не скажут, что вода тут непроверенная, как в прошлом году Роспотребнадзор говорил. Но это между делом. Говорили-то не какого-то. Но главное, там мелко. Ну вот так вот самое большое. Ребятишки могут купаться. Никаких коляк нету. Никто не поранится. Сходить туда лес, я буду хоть сделать. Ну идеально. И утонуть невозможно. При желании даже невозможно. Потому что ты можешь все выпить и не заметить, что выпил. Воды не могут. А когда кто тонет, у него, видишь, нижняя губа оказывается ниже поверхности воды, и вода затекает. Ну ходить, ну туда или на пирс. А пирс под водой. Я вчера прошел, замерил, у меня там мерки как бы. На 35 примерно сантиметров вода выше. Выше прежнего уровня бетонного, который был. А 35 на озеро это солидно. Но там еще в запасе 40 сантиметров доски ложить, можно поднимать. А с этой зоной маленькой пыльной. И попутно. Так, ко всем обращаюсь. Я приезжал раньше здесь. Было неприятно с такой. Рышневский пруд прорвало. Там прокопали олеи, там било, и кольнички кидали. Мне еще не помогало. Я приезжал на 2 дня и сделали. Ни грамма воды негде не протекает. И вода помаленьку пребывает. Все, я только подъехала туда. Прямо рядышком от плотины, уточка маленькая, плывет. Из-за нее 12 комочков. Намного воды там больше. Помаленьку пребывает. Прямо заметно даже. Но мы не закончили. Что надо? До конца что хотели сделать? Чтоб я мог догнать бульдозер. Передо мной стоит задача. Рышневский пруд вернуть. Ну что, а Бавров что ли? Я не скажу вам, но не до конца. Бороться с ними надо. Я пошел в магазин и купил 4 капкана на Бавров. С двух сторон к пружине, которые. Если своя рука попадет, будешь кричать, маму помоги. Но это надо делать так. Без лицензии. Это дорогое. Если бы кто-то у нас обдирал, и у него мясо. Это все съедобное, вкусное. Но у нас этого не будет. И у них две хатки там большие. И я был в городе, позвонил. Охот Союз. Там разузнали, где-то говорит, не говорит. Потеряю. Он говорит, мы разберемся. Так что будете молиться, вспомните, какими словами, господи, что ты позволил сотворить, да не погибет. Как не так, бобры не поминайте. Но мы не должны им сдаваться. Значит, завтра просьба, как всем, кто может. На три часа работы. Значит, все с собой взять. Одно ведро хвост не беря бы, а другое даже легкие глины таскать. И другие будут сено там рассеивать. А третье воду наливать, четвертое толкушки. Толкушку надо сделать, как и делали-то. Ну, вот такого диаметра примерно, вот такой высоты. И две ручки, чтобы долбить. Так, кто добровольцы? Понявите руку. Раз. Со скольки. Как и все? Со скольки. А, со скольки. Ну, давай договоримся с восьми. На три часа. Ну, три, а иметься в виду, что уже в восемь мы приступили к работе. Восемь завтрак. Всем мы дружнее сделать. Восемь завтрак у нас. Восемь завтрак. А, завтра, у нас утром. Давайте снять. В загрешили. Влагерь можно подойти. Влагерь можно подойти. Все вместе подойти. Так, придешь? Девять часов. Ребятишки, кто хотел поплететь? Ваня, кто? Сено носить. А, где Степа? Степа, ну-ка иди сюда. Он главное работать. Вот, посмотрите, вот как-то все. Вот Степа деревенский парень. Он все умеет делать. А ну-ка стань рядом. Силь, уши. Слушай, за малейка повыше. А ну-ка, одинаковый. Ну, одинаковый. Поля поддерживающий. Все, ребята, я вас беру. Все на фортах. Сколько сюда с уроками повезти? В Надю. Так, спрашиваю. Вы родители не против, что ваши дети будут учиться там? Нет. Нет? Ну все? А, это ты старше на день не будешь. Я это, я у батюшки овец завтра пасу. У-у-у. Ну ладно. А подмениться нельзя? Не знаю. Ты поговори с батюшкой. Может быть, как-то. Исаак, а ты еще? Так что, Исаак, мы же делаем-то не до себя. Крут не умеет. Давай, что делаем? Делем, пойдем. Ну? На три часа. Понял. Так. Кто еще? По два ведра и... Одно, чтобы было хорошее. И лопату. Два ведра и лопату. Ты ж тычковые, штыковые. Женщины, мужчины, кого угодно. Похоже даже. Носить там недалеко. То есть мы быстро все делали, и у каждого свои дела. Так, кто еще хочет? Ну, только он накинулся до этого. Да, конечно, а то тогда три-четыре часа завтра, и целый день, понимаете как. А там на два часа розов. Ну, в семь месяцев, два-три часа. Мы пойдем лезть будем. Дереверь, пойдешь? Пойдем, я в мае. Высторый, начальник. Пойдешь? Там завода интересная. Закинь меня, я в польшу. На левой стороне две доски. На первом мостике, на первом. Когда мы сделаем, тогда один еще надо будет на второй. Мы выправим все пруды. Дальше. Мне нужна помощь в молитве. Я очень горю этим. Ну, воды мало, можно гореть. Не потушишь. Да достать представатор Драглайву. А их нигде нету сейчас. Он забрасывает вот так вот отросом и гребет. Из-под воды бы так скатил, переворачивает на ту сторону. Вывалил опять. Мы можем, ну, не знаю, 4-5 метров глубину взять. Тогда с окрестностей что-то наплывет, но не все. И, значит, что Рыжковский. Второй мостик. Там ровно где-то, там он стоять может. Больше нигде. И пояки, где коров. Это был один из лучших прудов. Вот три пруда, которые я бы восстановил. Но платить очень сложно. За каждый час 2000 рублей, говорят. За бульдозы от Полтавы. Сейчас поработал, 2000 выкинь. Вот день он работал, а он работал по 200-20000, сейчас дай. Я так посчитал, мне минимум надо 300 тысяч. Я не обращаюсь по рублям. Мне нужно только молить. Я знаю, у вас ничего нет. Но, искренне, привидите это. Мы это делаем не на один день. За нами будут жить люди, и они будут радоваться. Ну, ему надо, чтобы деревья не мешали. И ровно. И северный пруд, я тут его углублю сразу. Но достать. Нашли, он пошли в Санкт-Петербург. Бульдозер дает, Леша, перезвонили. Мы через неделю будем нуждаться. Дальше. Мне нужен будет человек пилить вот такого, ну, 15 сантиметров примерно, клен, у тебя там попробуем поискать, высотой 1,70 метра. Тем, что я разъездил, везде замерил, сваи забивать. Их отпиливают, может, 1,60 метра, может, даже до 2. Ну, разное, но больше всего 1,70 метра. И концовка, толстый конец, на угол спиливать. Топорами очень трудно так рубить. Чтобы острым были забивать. И забивать, и мы сделаем где пролет, чтобы вода сходила, как в горной реке. Я бы все равно, думаю, сумею одержать победу. Но мне нужно, ты договорились с тобой, день? Так, кто на пиле, пилит, который жужжит пила, согласен день поработать в лесу? Мы напилим, и сучки отпиливают. А потом здесь шкурить будут. Я сделаю заказ, по одному парню будут приезжать из Барнаула. А шкурить, увезти, мы их осмолим этой отработкой. Ну и как только трактор сделать, мы сразу начнем делать это ограждение. Ну то есть у меня плав уже созрел, я переболел этим. Так, у кого есть пила, кто согласен день 1 отдать этому? Ну сколько день-то? Ну может часов 6. Свалить, клев, и дальше его расшленить, сучки обрезать. Все, остальные другие будут делать. У кого есть пила, и кто готов помочь? Да там меня одного хватит. 110 свай надо, вы говорите. Я посмотрел, может быть 150 свай. Мы должны сделать это. В прошлом году сделали, но мы его не дырали до конца, все весной смыло, ничего нет. Мы хотим сделать так, чтобы там мост был, который столбы торчат, не трогайте. Это памятник нашей глупости. Какие были умные старики, как они могли делать мосты, а мы не умеем. Просто стоят они, это памятник. Там белые столбы стоят. Они их вымачивали без резки, они не гниют уже сто лет. Это сто лет назад были сделаны. А мы сделаем, почему? Но там трактора не ездили, бульгородеры не ездили. Там и проломили они. А мы сделаем так, чтобы проехала, а вода течетка, горная река. Но тебе придется помочь машине с четыре этого мусора привезти потом. Но уже заранее можно глянуть. Так, интересует меня пила. Завтра мы с Романом работаем. Не могу я на него наседать. У кого пила есть, поднимите. Прошу принять меня, беременскую общину, поселок потеряет. Все написанное здесь, есть истина. Обещаюсь, пресс никогда не говорит ложного, неправды. Я не курю, не пьяница, не матерщинник и не вор. Не был судим и обещаюсь в дальнейшем всегда воздерживаться от этих породов. Я знаю о всех трудностях, которые испытывают здешние поселинцы. Что каждый строится сам на свои средства. Никто никому помощи оказать не может. Всю ответственность за поселение я беру только на себя. Желаю и утрудиться честно, обещаю соблюдать устав деревенской общины. Ни в чем не нарушать его и не допускать нарушения устава кем-либо. Вот такое же заявление Ошадриной Екатерины Игоревны. То же самое написали. Одна семья собирается приехать к нам жить. Как мы были? Другими руками за. Мы за деревенскую общину принимали. Это уставали, чусели. То есть на уставали мы поставили. Кто за то, чтобы принять их члены деревенской общины. Где вы будете жить? Где мы будем жить? Пока есть где жить. Дальше будем решать. Пока есть где. Вопросы есть у кого нет? Текущие или как с деревенскими делами. Вот по поводу шлагбаума в нашей речи. О чем мы остановились вообще? Что хотели шлагбауму поставить. Будем это все на повестке дня, по повестке дня. Да, просто надо сообщать. Не на одного шага. Понятно, не дать быстро. 25 лет прошло. И сейчас за один месяц что-то делать мы делать такого не будем. Будет все постепенно. Сначала разработаем макет табличек. И этим будем заниматься в зимний период. Летом сейчас нефть. Сейчас не готово. А когда уже это будет сделано следующим этапом столбы, там или что, все это как бы есть, будем все постепенно делать. У меня дополнение к этому вопросу. Я полгода назад прочитал статью про виссарионовцев. Слышали, да, в Красноярском крае? Они построили поселение себе, называется Солнечный город. И они построили себе КПП. Та же шлагбаум, все. А почему это было напечатано в газете? А потому что им было выписано предписание разобрать все это дело. Потому что законом запрещено. Потому что были жалобы от людей, которые проезжали, что это КПП мешает им. И прокуратура им выписала предписание убрать. А где было родилось это КПП? Не знаю. Вот то, что есть информация. Поэтому если нам собираетесь строить КПП, надо это дело связать с законом. И чтобы не было нам потом повода для убора нашего... Было проезжие, наверное, дороги. Я не знаю, но такие нюансы все не знаю. Я просто прочитал статью, взял себе на заметку, думаю, что вопрос поднимется. Надо ли скажите? Здесь дороги нет. Я не понял, если кому это будет подышать. Да никому. Я не знаю. Какая там ситуация, я не знаю. Просто так вот, да. Это все дело надо узнать, чтобы в холостойке не сделали. Да, я в самую заметку себе рассказал. Понятно. Еще у меня такой вопрос. Коль они, знаете, что они купили корову, чтобы как-то это дело... Я не знаю, с кем это решать или как по сенокосу. Потому что этот вопрос настанет, что сена заготавливается, она у него, скотина своя. Поэтому как-то вопрос надо решать. Но ты сейчас не держишь же скотину, а пусть твой покос его перегонит. Где твой покос-то был. Ты же не косишь, никто там не выкашивает. Он все равно я переходил. Твой был. Он там, возле лога. У меня три было. Я косил. Где Виталькин. Где костер? Где костер, там я его сам дал восстанавливал. Он был из этих... Где околок, где Виталькин. И за дорогу я косил, считай, все это. И за дорогу где? За дорогу, по правую сторону, где твои поля, я все что-то... За прудом лагерем. За прудом лагерем. Да, по ту сторону, дорогу. Я же там все выкашивал. Заготовка, поэтому... А вот где Дима Плотников косил, там кто сейчас? Честь там. Ну, в Садах. В Садах и никто. Никто, тоже, но... Там, там... На Серегке мы уже раздали, кажется, один раз. Там очень маленький, очень тяжелый вопрос. На корову 11 рулонов надо провести. На корову 2 теленка у него. Я не знаю, что дальше. Просто такой вопрос будет. Поэтому, как там дальше все это будет вытекать, в какой форме. Ну, этот вопрос нас заедет, что надо где-то коситься. Если не вы сформулируете, я сформулирую, вы это подтвердите. Правильно я сформулировал или нет. Значит, я ставлю приоритет новопоселенцам. Первое. Это молодые семьи с детьми или без детей репродуктивного возраста. Второе. Это семья уже, взрослая семья с детьми, возможно, взрослыми. Ну, и, наверное, на второй ступени взрослые люди, у которых нету детей. Ну, и третье. Пенсионеры. Это вот по приоритетам. Как бы мы их тоже не можем. Ну, если будут такие желающие, пенсионеры, как говорится, те, которые могут еще все своими руками делать. Правильно или нет? Или еще что-то? Дополнения какие-то? Правильно-то правильно это дело. Но получается, вот молодые приезжают двое, а у той и у другой старые родители. И сразу четыре пенсионера. А эти двое, и двое ребятишек, у меня есть такие, просятся. А четыре пенсионера, да и мало, и здесь двое больные, почти неходящие. Определять это только здесь не можно. Государство ни одного не может добытворить. Потому что это вообще не быть конституцией. Это никто не может закупить. Вот завтра соберется табор, цыгар, 150 человек. Ну, избрали, а их вполне, даже сказать, окрестное село, жил, беспечных, самоворовать. И они скажут, строимся, потеряют. И сейчас начнут строиться, а вас выживают, воровать. И вам ничего нельзя делать. Единственное, что защитит вас, это молитва. Государство. Вот ты говоришь, а я шланг вам сейчас там поставлю. Это фактически таможен поставить. Но ты не забывай, что гражданин Российской Федерации имеет право перемещаться, где он желает. Первая жалоба сразу в полицию. Я поехал сюда, с сыном на охоту. Здесь, ну что, мне ломать или что? Он обязан принять какие-нибудь меры. А меры таким приняты, скажут так. Я даю вам 24 часа, чтобы здесь никаких не было. Без моего разрешения вы больше не будете делать. И пронесут такую молнию, наркоманы вы, закрываетесь, поповское царство, осиное гнездо. Вы не радуетесь, что отбалу ничего. Вон вперед маленько смотрите. Говорит абсолютно правильно. Я пишу. Когда люди спрашивают, я говорю, приоритеты даются молодые, чтобы были с детьми. И нам школу сохранить. Я молюсь. Прямо Богу говорю, Господи, сохрани школу. Школу. Это основная артерия. Даже не электричество. Школа. Без электричества жили тысячелетия. А школы не будет. Местные потянулись дальше. Никто, у кого дети есть. Еще он будет здесь где. Школа. Понимаете, самая главная школа. А школа это защит дети. Пока думайте, как я что могу, то делаю. Сообщаю везде. И нынче охотников было. Но неподходящие кандидатуры. И я им всем отказывал. И все абсолютно правильно говорит. Но нам всегда должны делать проверку. Это наше желание. Искреннее наше желание. Но оно не подтверждается Конституцией. До этого в Израиль едут. Израильтяне. В Германию возвращаются на историческую родину. И едут калеки. Парализованные. И никому отказа нет. Никому. И никогда. Почему он возвращается. А за ним едут родственники. И там молодые могут приехать. И по-другому никак нельзя. И поэтому Ангела Меркель она открыла двери. Там больше половины, наверное, этих силы, серии и прочее. Вот. У меня знакомых много. И притом прям желают. А дети совсем маленькие. Или одна без мужа. Она ничего не сделает. В прошлом году она приезжала, смотрела. Шесть ребятишек. Вот одна девочка сейчас сидела здесь. Мы что должны сделать? Отказать. Только отказать. Она не удержится. Меньше девчонка грудничок. Она с пороком сердца. Она обязана. Теперь. Не три раза в году. А раз в году. На обследование. Что ты с ней будешь делать? Ты с первого дня уже пошел договориться с Игорьом. Посвети одну корову ей. И что от нее будет, то и удар пригодится. Я понимаю, что вот он пустыню озвучил, взял. Но кто это будет делать? Другой там грузопил, он почему не захватил на тридцать шесть лет. Через двор пробивал планы. Один. Потом на счастопошники. Через двор. И пробил на тридцать шестом году. И вода потекла и место сожила. Не то, что там лопатой копаем. Но только киркой и невзрывчатки ничего нету. Так что здесь все Алексей правильно сказал. Но добавляем. Ситуация решаться будет по ходу уже. По непосредственному. Да, ты просился. Ты. Мы все приняем православную веру. Всегда там жидиты. Но я стал выявляться такое. Еще уходу многое нет. Обман. Тридцать два человека. Там из них 24 ребенка. Просто находка была бы. Сколько стоит земля? Первый вопрос. Сколько стоит земля? Меня спрашивают от Рискарда из других мест. У меня большая переписка по этой теме. Положительной ни одной нету. Второй вопрос. Теперь, когда строились дома здесь, вообще, были планы какие? Для чего все дома, вот это вот, постройки, все? Таких планов никогда и не было. Не было, да? Главное, что я спасти душу решила. Это отделение от мира, чтобы детей воспитать. Это воспитание детей на первом месте. Все устали от того, что делается в мире. Вот это безобразие везде. И кроме того, это наша Родина. Мы готовились, чтобы оживить эту местность. Смысл-то понятен. Тут первые приходили, для других. Ну, вот он сидит. Он в аргументах и фактор прочитал, Игорь Талекидович. Мой он приехал. И что у него? Замечательно, мужик. Полной ребятишек. Сидит бабылем. Никому нет. И что ты сделаешь? Все не так будет, как ты думаешь. Вот они Чемпенжа запускают. Все обдумали. Все. Взрыв. Всем человек, как никогда не было. Она идет, как хочет. Я этим ребятишкам расскажу. Никому ты уже ничего не расскажешь. Кто-то скажет, не так было, так. Епископ Милиан, Арн Александров. Милиан, фамилия его. Он работал в НАСА. Епископ православной зарубежной церкви. Это не игрушка, не надуманно там сделали. Составили. Это все на глазах людей. Стоял 2,5 миллиона людей. Смотрели, как взорвалось это все. И причину выявляли, выявляли и начали. Думали они об этом? Нет. Были противодействия? Еще были. Он кричал на них. Я говорю, да орал на них. Этому быть. 7 человек навсегда ушли. Это главное. И жаркий пусто. Когда они были в Южной Америке, им сообщили корабли. И они там все скорбели, выражали эти сочинства. Хотя сам мусульманство приняло. Задача прямо выражена. Восстановление поселения на старинных, благочестивых русских обычаях. И с первого дня батюшка говорит об этом. Я говорю, думали родственники. Это побочники первые враги. Домашние ваши враги. И потом не просто враги. Просто против все было. А сейчас родиться начинают. Родиться? Через месяц, кругу, утро дня. Понятно? В жизни настолько серьезно. Почему? Страх Божий есть. Будет так, как и будет. Они стоили просто против. Землю взяли. Им хоть сколько уступают. Павел все время пишет письма. Лестницу взяли. Что-то помяли. Он уже 100 тысяч, 200. То есть, ну куда-то годится. Мне интересный момент. Когда поднялись против, и в это время Петя скачет на коне. Мы видим, он опрокидывается через голову коня. И нога хруп. Нога. И они сидят вот здесь в храме. И вот так. Загипсованные ноги. Три человека, ковыстренные. Три костыля. Все трое. Без ног. А без ножа не бухарно один месяц. Я прохожу. Они главные вояки сидят, плоди вытянуты. Тут куча гипса. Все. Уборы все просто. Они отстали. Не до нас до этого было. Так что. Мы. Я вот тут, допустим, работаю. Другим сообщаем. И люди спрашивают. И дайте ответ. Вот мы такие-то. Мы приехали, но ничего нет. Мы знаем два языка. Не надо с языка. Ну, 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 через забор. Через забор. Надо работать так, как вот работает, скажем мне, предвзятый взгляд. Вот Игорь Александрович. С маленького по маленькому. Огород. Жена там червякам отдала. Они у него точно огород. Урожай увеличивают. И так по маленькому идут дети. Ушатся. Дальше видно будет. Сын уехал. Как будто бы. А тут возвращается. Видите. Это жизнь. Жизнь. Здесь ничего нельзя делать. Только молиться. И Бог все устроит. Вот заметьте. Когда выбирали старосту здесь. Я хотел Сашу Муху. И Игорь, кажется, я хотел. А Саша Муха, Дуся была. Она была против Игоря. А теперь все основка как идет. Все меняется. И поэтому. Почему? Мы сквозь стул свое стекло гадательно смотрим. Мы желаем. Так. Бац. Вот они посеяли Игорь. Чесноку сколько? Вот тут сигареву хлопали. И зима. Снялся. Здесь участок. И все сделали правильно. Все. Сажали. Выберзло все. Но второй раз уже я не стали сажать. Это городской житель. Я думаю, здесь самовезлимый. Так что здесь я нахожу. Как вот это. Только я каждый день. Ежедневно молюсь. Господи, дай добрых жителей, знающих и любящих уставов с детьми, чтобы сохранить школу. У меня такая молитва. Я молюсь так же каждый день. Значит, продолжим. В определении создать поселение. Поселение это деревня. Правильно? Да. Вот. Теперь вопрос. Значит, вы как отец-основатель приобрели большое количество домов. Является для, вы мотивируете это для людей, приезжих в лагерь, там все помогать. Как это совпадает, значит, с идеей восстановления поселения деревни? Вот. Если вы видите все дома, оставляйте для каких-то там, для лагерей. Ну, сказать так, что каждое по этому явлению подчинять. Думать. Я думаю, намного короче. То, что в прошлом году был нанесен удар, рос по трепнадзорам. Они опоздали и вели по пустому месту. Уже наутро полностью, я сказал, расформироваться. Приобретаем дома, хит, дома, нищи. Я имею право. Имею. Тем более, вы знаете, великая цель. Воспитание юношества. Выше этого нет. Все, начинал. Первый заезд. Ну и, конечно, вчера мы приехали. Даже не верится, что там радости сколько было. Галина Александровна сидит и сравнивает вещи. То есть мы это сделали. Два, которые мы в этом доме сделали. Вот она продать не может. Ходит, не может продать. Дружинка. Ходила, ходила. И имя направили ко мне. Она пришла. Я купил. В гостинице. Сколько людей тут корреспонденты приезжали. Все это вписывается сюда. Эти корреспонденты расположены. Писали статьи, фотографии. Так и это. А здесь сколько людей приезжали. В одной гостинице живет мой племянник. Там третий ребенок родился. В это вписывается как-то. Дом там практически мой. Я его перекупил. И Дереша тут живет. Это мой дом теперь. Вот он, а он сойдет. Сойдет опять будет гостиница. Стоять там никому не мешает. А человек, который приезжает, дай ему. Ну зачем дать? Строй. С любой стороны. Строй. Нигде. Вот видите, конфликтная ситуация. Возникла у твоего обрадрива сих. Возникла с кем? Просто не называют. Видите, никак. Огорчение. Огорчение большое. Что-то, говорит, я ее побил даже палкой. Ну и что? А дело в том, что он по-своему прав, потому что начала ломать там то другое, что-то там побил, там, так, ну, я не знаю. В этом деле. И вот такая ситуация. Вы знаете, как я сказал? Хорошо. Ради меры я беру. Мы с ней восстановили мир. Она пожертвовала еще мне в этом доме. Калашинка, сто тысяч. Я позавчера приходила, вчера нам заставили, приходила мыть палды. То есть я делаю то, что мирно. Разрешили? Разрешили. Я ему обратился. И во сколько оцениваешь? Ну, мы свидетели же было. Сто пятьдесят. Я говорю, сегодня заходишь, сто пятьдесят, да и на стол. И дальше все, можешь там делать. Живи сколько тебе надо. Ну, хоть сегодня у меня там уже ждет человек. А как это вписывается? Мы не знаем. Даже просчитывать не можем. А через эту душу, которая здесь, а вот я с ним в порядок, там будут, знаете, люди другие, и уже звонят. Которые все идут до сорваться, просто так нет. Поэтому все это вписывается. Деревня, это не только те, которые работают, но в перспективе, в дальнейшем, любое действие, само по-боже, благословерие, вписывается на эту систему. Меня интересует вопрос будущего. Понятно, что мы сегодня, мы сейчас не можем предугадать, что будет через пять минут. Но, допустим, если сейчас приедут новопоселенцы, вот, а с чего все началось, собственно, вот поступили заявления уже, мы определили, да, что в приоритете у нас молодые, семьи репродуктивного возраста. Значит, нам не нужно никого искать, никого придумать. Вот они люди, вот она конкретная ситуация. Вот. Получается так. Значит, какое будущее-то? Все дома, во-первых, вы говорите, дом, который вы приобрели в прошлом году, в котором я живу, почему вы его приобрели? У нас есть устав, в котором есть пункт, пункт есть, в котором вы должны были собрать собрание по поводу дома. Собрание не произошло, вы сделали это все за спинами. Как за спинами? За что спинами? А? Не знаю. Да я не обязан вас парашютами, я должен быть спинами или яблами? Есть пункт устава? Нет, нет этого устава, никакого. Как никакого? Вы нуждались с деньгами, ко мне подходят и говорят, нам нужны деньги. Я говорю, все, я говорю, а для кого? Что приезжают люди? Понятно. Вы в разговоре грани какую-то имеете? Вы обязаны всем, что же вы здесь имеете, с самого начала, и поэтому я маленько вперед смотрю. Приезжают люди. Вот нынче хотел приехать один из Германии, другой заскочил. Могу я ему дать? Ну что предлагают? Фазер упал, снимки пришли, прислали, он заглох больше лет, видимо, упал, скончался от страха. А вот работали они где-то там, все, уже дети там спят. Это все намного сложнее. Когда, видите, он копал, что? Сначала ямки, три года ушло, вода стала собираться, еще пять лет прошло, водичка набирается. Мы делаем дело то, какое видится. Когда деревня начала восстанавливаться, пришло это время, лагерь-то сколько? 91-й, а лагерь 72-го года, посчитай, сколько? И не было бы ничего, если бы о лагере не писали, не знали. И речь идет не о сотнях, а о тысячах. По разным газетам было. Вот я говорю, один из них сидит остался, самый крепкий мужик. А сезон, мать пришла. Да еще неизвестно, как и дочка здесь уже сидит. А так разобраться, по-моему. Даже Гогунов построил себе строй, какой надо. Вот ко мне подходит, а вы не там на дети, а зачем тебе? А я его сломаю, построил. А я противник ломать. Абсолютный противник. Даже я умираю, и наказываю, палатки не ломать нигде. Я оставляю, все, я же не буду еще жить здесь. Ничего не ломать. Строите другое. А здесь принимайте людей, как можно больше. У меня в 3 этажа, где плацкарты, чтобы люди могли находиться. Сколько здесь детей от Мороза без своей спасательности приезжали. У вас были они? Нет, не были. У меня были. Были и они, и не два. Вот так. Поэтому это все вписывается в восстановление по терярике. Нельзя так. А за что я это делаю? Фактически там не было обговорено ни о дорогах, ни о бундах. Это инфраструктура. А что телефона? Не было. Я познакомился с самым большим начальством. И вы знаете, вот этот, который, у Барнашей, который, Баев, в этом деле. Так мало того, у него даже не те были, он решил на них положить и прокопать, в кабель положить до корчина кабельным. Ну, он уже внезапно погиб. Ну, раз не скажешь, как это. Мы уже было на телефоне, заботились тех. Я и в ПГБ обращался, получили разрешение построить радиостанцию, в какое время уходить в эфир, когда не было, они кирилл. Мы уже об этом заботились. Закрыли, она здесь, что вы для этого делали? Еще не делали, вы не знали. Закрыли, и все, не сок. Боря это сумел сделать. И сколько хлопотали. Дошло до Министерства путей просвещения в этот раз. Все сделали, поезд останавливается. Останавливаться это будет. Эти дома, не смотрите даже, никак. Эти дома служат другой цели. Я просто говорю, чтобы вы не серьезно верите в то, что после вашей смерти будет все так, как вы тут наделали. Вот вы должны сейчас говорить. Да, Алексей, дорогой, даже полпроцента нету. Я уже сегодня вижу так. Если так, то это правда, как ты. Просто я говорю реально, вам 80 лет, и вы сейчас говорите такую, то, что мы будем сохранять то, что вы там наляпали. А зачем вам тогда это говорить? Нам это не надо. Нам не известно, что вы наляпаете. Неизвестно, неизвестно. А здесь люди живы, а с Мороза спасались, а сяляпали. Когда стал обвинять, а ему моя балерина там не нравилась, Петр Григорьевич Калашников. За мной не смотрите. Стройте. Земли много стройте. Одни на шоу-шалаше живут, другие кибитку поставят. Вам не надо в чужие заглядывать огороды. Стройте себе и живите. Вам сегодня не надо голос повышать. Вы пока еще еще никто не живете. Подождите. Секундочку, я секундочку-то говорю. Вы-то сейчас что хотите сказать? Вы отец, а как вы сейчас как батюшка постоянно вот там что-то я у него пытаюсь медали забрать. Вы достойны этих медалей, достойны званий и чего? Вы отец, никто их не забирает. И вам ли не следить за своими детьми? Я там телефон, я пруды. Да молодец, спаси Христос. Спаси Христос. Ты отец основатель, вы отец основатель. В чем вы сейчас пытаетесь что-то невозможное сказать? Ничего не мало, только одно, чтобы была реальность. У вас душа переживает. Это все правильно? Было бы неправильно, если душа переживала бы у какого-нибудь другого человека. Вот где она сидит. Да? Я ей сказал, подумал, устава-то нет никакого. Составляет устав. Она поддержала, сколько, я не знаю, неделю пришла, и говорит, ничего не составляется. Состав устав, 40 пунктов. По сегодняшний день практически щищи где-то звук. Там, я говорил, когда можно сжигать, там все, думали, что совсем не сжигать, этого вопроса не было. Теперь принято другое. Но Конституция в США одна же была принята, а добавления и тут постоянно где-то что-то как-то. Это в заботе было. Не только это. Не забывайте, детский лагерь что за это время пережил, и какие были люди, кто приезжали. Приезжали из-за детского лагеря. Кто? Начальник УВД края. Представитель Крайовой администрации первозаместителя. Лагерь останется. Перевели тему. Лагерь останется. Вы сказали, что у меня спросил человек, можно я куплю дом, а потом его сломаю. Речь не про лагерь. Пусть это останется музеем, мы это приняли в устав. А потом не надо возвращаться. Это и так понятно. Речь о домах. Кому нужны дома, которые сделаны уже в современный век. Зачем вы навязываете то, что вы жили в землянках? Ну, жили раньше. Зачем обязаны? Вы зачем мое имущество? Так, да. В моих домах. И вам об них рассуждать не надо. Зачем вы в них залазите? Пожалуйста, все закончили. Что вас так притягивает? А я понимаю, потому что это божье дело, вы стараетесь его разрушить. Наоборот. Да вам они не принадлежат. Вы не покупали их. Я купил, все они у них, мы не покупаем. Я их занимаю, делом занимаю. Зачем вы отобешиваете? Во всем мире не прикасаемо с частной собственностью. Я купил не для себя. Вот он. Правильно спорить не надо. Вот он, приобретет. Стоит в его дом. Заброшенный. У него сейчас есть остановка. Вот он сидит рядом. Есть остановка. Молодые ребята. Вы смотрите, как будто два сантиметра перед носом. Я смотрю дальше. Он уже сколько лет работает, все равно, ты что, на побегушках будешь всю жизнь бегать? Он теперь обрабатывает, смотрит. Не знаю, какая дальше в жизнь пойдет. Это мое право распорядиться. Мое имущество. Как вы можете сказать, что я продал, что мне говорят, продай мне дом, я слова. Если я у вас продал дом, все, уже не вы собственны. Вы сейчас, которые я продаю? Пока это ваша собственность, вам никто не лезет. Я говорю, как вы можете говорить так? Еще раз так тянуть к вам и собственностью, вопрос не подел. А вопрос следующий, вопрос я задаю. У нас это деревня, я говорю, за будущее. Батюшка постоянно. Я говорю, да мне уже не интересует, вы почтенные акции, все, я говорю, за свое будущее. Я зачем сюда приехал? Я приехал, устав остановил, который вы отношили, и там я говорю, к вам. Да, отношений никаких не имею. Игнатий, подожди. Игнатий, подслушай. Дерьми это, саня. Дерьми это, за покупки домов, на магазине. может, надо путать одно с другим. Я за будущее, что у меня молитва такая же каждый день, чтобы Господь послал сюда верующих, людей с детьми. Вот они лежат заявления, вот, люди, вот они приехали. Середина деревни нашей, вся в ваших домах. Говоришь, у меня были деньги, я купил. Так вы, отец основатель, ну кто будет заботиться о своем детище? Ну вы молодец, я третий год здесь живу. Зачем вам тоже рассуждать о том, что не ваш? Я никак не помню вот этого. Какое будущее, какое будущее для будущего? А между нами говорим. Лена приехала, что у них с тобой? Ну под чем тут, Ну что, все строятся. Молодец приехал, ничего нет, все строятся. Что вы заботитесь, что приедут и дадим? Строитесь, дальше будет видно. Вот, приезжают новые люди сейчас, я им сразу говорю, под который крайний здесь, он свободен. Светник Улг, они сразу забудут. Мне есть, что людям предложить. Вы сейчас говорите, просто в воздухе руками машете. У меня конкретные люди. Я могу им показать. Живешь как-то, я не знаю. Вы можете один год прожить здесь? За год мы построимся. Вот теперь я буду, теперь в этот дом-то заходить. Почему никто не пошел этим путем? Когда начальство, ничего нет, я достал корову. И дал обручил, она сказала, как только, маленько, поднимешься на ноги. Такого же возраста, двухлетнюю корову. Дальше она переходит к Жене. Почему никто не упрекает в этом? И не следует примеру? Почему? Примеры какие-нибудь? Ну вот, прекрасно, замечательно. Я делаю и передаю. Оно обихаживается. Леша, мысли не искрыть до конца. Леша никак не искрыть мысли до конца. Вся деревня у нас поделилась на три части. Здесь горит свет, и здесь горит свет. А середина у нас, как мертвая. Там никто не живет еще, потому что наши участки. Почему? А речь идет о том, я дай мысль хочу. Подожди, дай мысль еще. Подожди, я влюблю, я влюблю. Я вас покушаю. Люди, которые приезжают, они стоят на пустое место, вот на пустое. Им строится не так, так никто не будет смотреть на это. Вот где деревня была, кота строили, потеряли, никто не в чужие сараи не лес. А вот до конца строились, и здесь с загибом было деревня, и вот здесь вот так, низинки туда еще шла. Вот такая была, да? А нет, да середину никто не знал, середину-то. Первый-то люди поселились у Лишкутского пруда, это вы придумали середину. Середины не было, это в конце середины. А новая улица, целая улица строилась, до 720 человек. Что вас там вот так пристило? Сейчас по факту-то это середина, мы-то по факту говорим, вы же не мечтаем, но что-то говоришь. Не надо в этом говорить середину. Место много строитесь. Я хочу тут для ясности что-ли внести. То, что, допустим, никто не претендует на твое известно. Все это никто. Мы просим только то, что вопрос следует. Ты говоришь, эти дома приезжим людям, будут приезжать в семей, вот им готовы. Вот когда-то где-то, что-то гипотетически приедут или еще нет, понравится или нет, будут жить или нет. Тут приехали молодые люди, и они просят, Геннадий Игоревич, можно вот этот участок? Ты говоришь, нет, не продали. Почему? Для кого-то. И сколько вы продали? Подожди, еще я не договорил. Можно 5 лет ждать, 15 лет и больше. Ну а что, зачем? И будет вот это вот 10 лет. Стоп, стоп, я же тебя не перебивал. Вот, значит, посредине деревни, вроде того, какая это средина? Как какая? Обыкновенная такая. Это деревня. Если у нас деревня, значит деревню останавливать. А не просто. Лагерь лагерем, извини, не надо будет, а деревня деревня. Никто не претендует на твои дома. Тебя просят просто. Если можно, можно. Нет, нет, и все, разговора никакого не может быть. Все. Просто я тебя попрою. Просто нам интересно. Люди приехали молодые, почему бы не дать, когда они продать. Бедущие люди хотят жить. Все, нормальные люди нет. А приедут какие-то кто-то неизвестные. Вот, тем разом. Больше не причиняй, я буду дома сидеть, вы в мои сараи везли. Да не будем в сараи везли, мы везли, опять же, и стоя по тем. У нас хорошее отношение, не кофе. Значит, приедет, и домик, отдыхает скоро, а контракт переместится, и в простолюбе живут с молодыми. Почему вам даже гибли? Нет, ну, у тебя же здесь, и у нас сидьешь. Люди, приезжавшие, потеряются, ни один так не рассуждал. Дядя на новое поколение вот есть, а вот и приедут, я их знаю, им дам, ну, дать свое. Ладно, в этом вопрос все закрыт. Не надо. Просто ваша формулировка в этом вопросе просто не дам. Ваша собственная ситуация, никто не имеет права, все ваши... Это не касаемо революционного государства. Я не этот вопрос, я говорю, просто мне интересна была ваша формулировка. Просто не дам, у меня нету причины, нету причин. Нету причин. Правда, она сейчас уже здесь. Уже сегодня. У меня люди здесь есть, вот они будут. А зимой пусто. А вот теперь, чтобы это дальше было, у меня планы такие, вот сейчас приезжает, здесь останавливается целая группа, вторая группа приезжает еще с Канады ночь, я еще могу дать. Мне нужно рассеять людей. Если в одно место, они могут садить на коллагерь в домах, а теперь никак. Я накупил везде обогревательный прибор, не обогревательный, холодильник везде, сколько потратить пришлось. И люди знают, а помогают. Из Испании прислали 20, давай время не тратим. Это вопрос другой. Приехали там, мы ехали, из Паницы что-то сделали. Мы конкретно, давай, что для терины, потому что время перейдет. Дальше говорю, что получать эти дома, просто это лагерь. Про оборезникова, это не надо придумывать. Лагеря нет вообще, лагеря исчез. Земля, главное, не оформлено ничего. Да вам что, мы подавайте жалобы. Да не будем мы жалобы. Мы просто отхватили. Вы между собой, вы между собой уже сидели, в этом хвасте, и вообще, зачем я буду поддерживать, я сказал, сынок, это не делал. Во всем мире, сейчас на собственность неприкосновенно, отречащий, никто не будет. Во всем мире, когда отстроили деревья, есть генеральный фарм. Понимаешь? Да, отстаньте. Вы сейчас что говорите? Я говорю, отстаньте от меня, если с твоим домом стройся. Все. Я вас услышал. Зачем вы так делаете? Я распоряжаюсь своими домами. Да распоряжайся. И вы ставите, пожалуйста, скажите, вы меня застали. Вот первый вопрос был, это Шлотбаум. Достаточно пуп земли. Послушай, а Шлотбаум, кто-то сказал, что там, приехали власти, запретили, да? Постаратура положила. Да, якобы это незаконно. Я хочу сказать, но это говорить охотники. Охотники что? Куда? Они что, в деревне будут находиться? Это зона, во-первых, вокруг. Спасибо. Они приехали, они решили, поражали здесь. Дороги другой нету, закрыто. Я закончил здесь, остановились. Они не будут ваши доказаны, они написали, мое право согласно Конституции 3-го пункта нарушено. И он, когда тут приедет, берет, а прокурор сказал, да что я буду говорить, нарушено, нарушено. И сразу вас задушат. Не делайте этого. Я прошу вас. Вы, мы, 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 в прошлые годы, я скажу, ехали, коммунили. Вот, когда, прошлое это, было, тут вот, 4 парня, тоже на шигурят, приноченые ездили тоже, высматривали все, а потом начались воровства. Ну, началось воровства. Делайте так, как хотите, я вам сказал, я же не запрещаю. Сделайте бетонные, железобетонные, и посмотрите, что дальше будет. Я предупредил, надо выставить, все наук своего дела. Перед, шагай. Даже прокурор, вы, наверное, разумный человек, он скажет, что, ты в тюрьме будешь охотиться. Дороги можно полнее, это же охотники. Они в воду, не следили. Они скажут, по порядку давайте, под Слёдка, Паново, Кадниково, Буканка, Урыбка, в общем, нигде шлагбаумов нет. И они, копы замкнулись, что-то творят. Стоят только лишь знаки, движение запрещено. Ездить нельзя, но тем не менее, все проезжают, это желание их. Мы можем то же самое поставить, движение запрещено, все. Я только выразил то, что может быть. Я сказал, как может быть, потому что вы не охали, не охали. Я предупредил. Просто может быть такое, что в Ветхом Завете там за беспечность Господь может нас наказать. Будет шлагбаум висеть, будет висеть табличка. Вот это шлагбаум, тут будет написано дежурный, телефон, телефон Игоря, допустим. Он в город приехал, никого больше нет. Ничего. Ничего. Это что? Это шлагбаум, ну это, Володя, профессиональный, и будем ответить. Опережайте события на несколько шагов, а не по оболькам идите. Ну знаешь, мы все же, вот это возможности, обстоятельства. Ну зачем одно с другим сравнивать? Ты мне уже сравниваешь, со сочинься в Африку. Я шел в рамку машине, ломал, не ставил. Но я говорю, когда у него было с гусями, помнишь, ты заставил это? И что? Вместе с досками, что все с метут? Ну, с метут, тогда же Довы будет. Тогда вообще, тогда что? Значит вообще? Володя, ты знаешь, Давид говорил, я огражден, ты можешь спать безопасно, со мной Господь. Они поехали и попались на подходе. На подходе слегка воровали. А вот заранее шесть заслугов бросил, а они всю ночь копали. Он заранее знал, шесть воров придут. Один кана украл, жалуется. Он говорит, не жалуйся, ты жалей его, что украл. А конь его сбросил в реке, он затратал, в горшину. А предохранить себя невозможно никак. Если Богу не угодно, воздух украдут, отравят. Просто мы мечтаем, чтобы у нас все дома были заполнены и зимой летом. Почему я не заполнен, пока я не взял? Не заботились. Мы Павла стоим, 13 лет, Калашниковский, никто не заботится. Огород заросший, полы полностью истлели, и что превратились. Никто не заботится. Как вы думаете? Никого не нужны. Никого не нужны. Калашниковский, не Петров дом. Никого не нужны. Никто. Калашников никого. Вот и сейчас не нужно. Мы не о них говорим. Маленькие усадьбы, чтобы можно было жить и строить рядом. Вот и все. У него возникла конкретная ситуация. Как вы помогаете? А как так? Вот так получилось, что сказали, батюшка, который не знал, что кто виноват? Не матушка его? Нет. Матушка, я сейчас запустил. Господи, у него даже язык не поворачивается, говорит малашка. Используем из того, что у нас случилось. Случилось, у него никак не заказу, когда зрубили, никак. Я опять стрелял, опять мой выигрыш. Почему там жить? Вопрос, он и больше вопрос. Не вопрос, а ответ. То, что у него случилась это следственная причина? Да не надо вот этого рассуждать. Да все равно. Мы рассуждаем, значит, что это случилось. Не надо. Я не вникаю в это. Это можно было. Тоткости нет. А если не хотите, какая причина? Это не причина, это было следствием сейчас. Да еще это не дает. Мы философствовать будем. Жить невозможно. Он построился, посмотри, что это сделает, чтобы жизнь помогала. Еще. Посмотри, одна старуха бами управляет, вот тобой и ей батюшки. Одна старуха крутят, и вы ничего не можете сделать. Она, она это самое, подожди, она согласится с тем, почему вы не прессируетесь, она что попала делать? 80 с лишним, скоро 80 лет мне были, да? Ну да, она постарше тебе, я одногодка. и представь себе, все ей надо какое-то старуху. А мне рождество, и все сходишь. Прошлась при продаже, не надо, играть перелазь, вы неправильно делаете. Мы договорились, все, нет, разошлись, и только морем. Само начинаете, а она, а там старуха, я там все знаю, а раньше тебя знал. Все это хорошо. И правильно, все говоришь, исходим из того, что есть. Исходим из того, да, из того, его нельзя было жить. Денег нету, я на встречу пошел, все, и он не победил. Да нет, дело не в этом, мы старались, чтобы это улучшить, потому что мы знаем, что там, что я не волнула. Ну хорошо. Она не волнула, там я дала его. Давай, просудим дальше. Если бы не она, калашников дома не было. Да не надо нам калашников дома. Я забрался его уже разбирать. Да. Виктору не было. Она его купила, а теперь мы берем, так она пол стоимости пожертвовала сто тысяч. Вот она, теперь, ей Виктор сейчас живет, это Миша жил. Перекупила она, теперь, пожалуйста, живет человек. Дело не в этом, потому что она покупает только какие. Дело в том, что ей подлянка такую не надо делать. Почему она знала, что у нее документы есть и молчала, и говорила, нет ничего, все, строите. Вот он построил, а теперь, о, это у меня оформлено, все, это моя у тебя, а что это спит? А то про осуждение, не осуждение, это реально все. Ну как нет, да вы не можете еще дальше поговорить. Я разрулил, Владимир Александрович, абсолютно точно, я разрулил обстановку, она успокоилась, теперь она спокойна, мы молимся о ней. Я буду еще говорить, что она успокоилась, ты говоришь абсолютно правильно, ну вы можете говорить, ты просто с ней не знаешь, ты можешь, как не change, как не change, нет? я просто потому что вы зачем говорите опять я я я я молодец ты же отец это дети твои вы будете как хамьё все как ты сразу с различностью чуть ли не страшно я вам говорю про вашу любовь ленцовскую мы можем вам вчера позже ничего молодец молодец вы смеялись вы мне сказали на словом ответственность пустой разговор все закрыли закрыли но я закончил а а а Молитесь, пожалуйста. Без искрения Бога, Слово росшую, сущую Богородицу Тебе венчали. Господи, благодарим Тебя за тихо мирное время, за все Твои благодеяния, за эту возможность склоняться, Господи, над Словом Твоим. Благослови, Господи, нищих сет, вдов, одиноких, страждущих, болящих, гонимых за веру, томящихся в узах, темницах за Слово Твое, милующих, питающих нас, подающих нам милости. Между нами добудет мир и согласие по Слову Твоему, Господи. Тебе за все хвала, слава, честь и похваление. Отец, Сын и Святой. Сейчас есть дождь. Я думаю, сейчас не надо, сейчас не надо. Сейчас не надо. Добро пожаловать. А то у них силы.